В Армении ситуация продолжает накаляться. Беспорядки и массовые протесты, начавшиеся 10 ноября прошлого года, продолжаются по сей день. На этот раз митингующие собрались вокруг здания парламента в Ереване. В ответ руководство страны стянуло к зданию силовиков и полицию для контроля протестующих. Сторонники оппозиции отказываются прекращать акции до отставки Никола Пашиняна. Но при этом премьеры продолжают поддерживать подавляющее большинство граждан этой страны. По их словам, Пашиняна – единственный человек, кто должен остаться и руководить Арменией. Мы победим из Сержия Кочаряна. Я безумно люблю Пашиняна, поэтому и нахожусь здесь. Он единственный человек, кто сможет поднять нашу страну. Не то, что эти 17 оппозиционных партий. И они Гаспарян, которые разрушили нашу страну. У нас часто спрашивают, кому принадлежит Шуша. Конечно, это азербайджанский город. Карабах тоже принадлежит Азербайджану. Вазган Сарксян со своими солдатами захватил Шушу, и вы думаете, что это армянский город. Шуша всегда был азербайджанским городом. Когда в начале войны Пашинян хотел вернуть Карабах Азербайджану, все оппозиционные партии в один голос запретили ему это сделать. Пашинян единственный человек, кто должен остаться и руководить нашей страной. Почему вы во всем вините Никола Пашиняна? В войну проиграл он и Гаспарян, потому что он руководил генштабом. Я очень уважаю и люблю нашего премьера, поэтому и пришел поддержать его. Я хочу, чтобы Никол остался у власти. За ним стоит весь армянский народ. Если Пашинян не подписал бы трехстороннее заявление, то все наши солдаты погибли бы на войне. Здесь все знают, кто ты. Ты целый день критикуешь Пашиняна и поддерживаешь бывших властей, тех негодяев, которые грабили нашу страну. То, что творится сегодня в нашей стране, во всем виноваты оппозиционные партии. А мы, простой народ, поддерживаем только Никола Пашиняна. Мой сын служит в армии. А что делают сегодня оппозиционеры в палатках? Они только кушают, пьют и развлекаются. Они враги армянского народа, только делают то, что целыми днями проводят митинги. Такие, как они, превратили нашу жизнь в кошмар. Из-за них у нас нет покоя. Сегодня их волнует только одно – прийти к власти и продолжать грабить Армению. После прихода к власти Никола Пашиняна мы нормально начали жить. А эти оппозиционеры опять хотят грабить и разрушить нашу страну. Сколько можно, хватит уже. То хорошее, что сделал Пашинян для меня и моей семьи, я не могу не ценить. Его помощь моей семье бесценна. Дай Бог нашему Николу здоровья. А те, кто против него, пусть Бог их накажет. Если придут к власти бывшие наши руководители, наши дети никогда не будут жить хорошо и наша страна не будет никогда развиваться. 25-30 лет назад мы жили в стране, где власти топтали наши чувства, права, издевались над нами, мучили нас. Нас эти земли больше не интересуют. Мы очень довольны Николам Пашиняном. Из-за бывших властей на войне погибли наши братья и после всего этого они опять хотят захватить кресло. Пусть знают, что этого мы не допустим. Они больше никогда не придут к власти. У оппозиционеров одна цель – прийти к власти через дестабилизацию общественного мнения в армянском обществе по отношению к Николу Пашиняну. Их не волнует ни горе простых людей, ни наступающий крах в экономике. Их главная цель – во что бы ни было прийти к власти и продолжать грабить армянский народ. Однако простые граждане прекрасно понимают, что приход к власти бывших руководителей полностью разрушит Армению, а их приведет к гибели. По этой причине они не хотят возврата к прошлому и соглашаются с тем, что Карабах, в том числе горы Чуша – исконно азербайджанские земли.